Камила приехала на слёт юных полярников из села Варзуга. В проекте она уже второй год. Девушке нравится открывать новые факты о Заполярье. Например, узнавать историю старинных построек Терского берега. Или изучать традиции и быт народов Севера. Камила признаётся, что мечтает связать с этим свою жизнь. На будущее? Ну, скорее всего, тоже попутешествовать по Арктике, Заполярье и стать какой-то путешественницей. Егор в свои 11 лет уже опытный походник. С семьёй и одноклассниками прошёл не одну сотню километров по Северной Земле. Но каждый раз суровая заполярная природа приводит юношу в восторг. На слёт он приехал впервые. Сразу понял, что оказался среди единомышленников. Мне в этом движении нравится то, что здесь я могу быть рядом с тем, что я люблю, с Севером. На четырёх площадках Краеведческого музея ребята принимали активное участие. В викторинах и мастер-классах смотрели фильмы, посвящённые Арктике. А на экскурсии узнали о жизни сами. Движение юных полярников существует с 2017 года. Главная задача проекта – повысить интерес детей к изучению Арктики. Сегодня он объединяет около 300 детей из 12 городов и посёлков области. Ребята могут побывать не только у нас в Мурманске, но и в различных уголках нашего региона. То есть не всегда Терский район готов приехать, допустим, сам организовать какое-то мероприятие. Мы тоже помогаем. Они бывают и в Апатитах, и в Кировске. То есть есть возможность у ребят побывать на различных площадках музеев, предприятий. В течение года участники движения будут разрабатывать и воплощать свои проекты. Участвовать в региональных конкурсах, таких как «Медиа», «Артика» и «Умка». А самые активные поедут на всероссийский экологический слёт, который пройдёт весной в Санкт-Петербурге. Кирилл Группиняк, Татьяна Лежняк, ТВ21+.